привет дорогие друзья во первых то что должен сказать я несколько дней как умалишенный говорил о том что картофель который появился в нашем видео это картофель который мы можем увидеть в украинских маркетах голландский картофель что в голландии такого картофеля не бывает такого грязного ну нету я не видел может быть где-то есть я не видел я вот это говорил говорил типа что это такое что это за картофель выяснилось что это за картофель это какой-то кормовой картофель вместо утилизации которого его решили продать в украину вместо утилизации до нидерланды и бельгия вроде как решили продать в украину ну не вроде как это как точно я просто не знаю какие еще страны присоединились к утилизации картофеля путем его продажи. Знаете, а почему так происходит? Потому что вас обманывали, и у нас же односторонняя такая евроассоциация крутая, при которой товары, которые заходят из Евросоюза, ну, не надо их сертифицировать особо там, да, проверять, что там, как там. Жрите. Картофель этот, он, в общем-то, хороший, но из него только картофель фри получается. Поэтому достали все свои фритюрницы, как говорится, знаете, и зафритюрили. Вторая хорошая новость, это вообще показательно, знаете. Ну, мне кажется, это очень показательно. Уважение такое. Ой, уважают, нас поважают, и все, мы свите. Да. Вторая хорошая новость, это замминистра Грымчака оправдан, получается. Ну, и даже до суда не дошло. Суд же оправдывает. А тут НАБУ вынесло свое постановление о том, что отсутствует состав преступления. Я напомню, Грымчак дошел до такой степени охренения, что, являясь парохаботом, он думал, что ему можно абсолютно все. Поэтому он в своем собственном кабинете со своим родственником приглашали людей и обсуждали там, сколько эти люди должны занести за ту или иную услугу. А они, мол, там договорятся за что-то. Ну, и, конечно же, все таки подумали, что это закрытое это дело. И все начали поздравлять Грымчака, особенно его там подписчики, такие очень умные, интеллектуальные люди, видно. И они начали его поздравлять. Вот, мы же говорили, что все развалится, забывая о том, что он там указал 366-ю статью. А это служебный подлог какой-то, короче. Это за недостоверное декларирование информации. А за другие всякие статьи, скорее всего, Грымчак все-таки может приземлиться. Шансы малы при этой власти, но, тем не менее, может приземлиться. А лишь парохабот, дай-ка порадоваться. Да, мы так и знали. Дякую ему, казаков ему начали постить с саблями вот такими вот. Да, с саблями. Короче, может быть, Грымчак все-таки сядет. А по этой статье пока что отмена. Охрана отмена. Теперь переносимся в мир животных. Думаю, что там все пока что нормально, в норме, в тех же самых Черкасах. Пока что. Або чему срастают оппозиционные рейтинги, например, там на Сходе и Певне. Те же самые партии Ширия зараз растает рейтинг в богатых местах. О чем речь? Дело в том, что уже несколько дней появляются рейтинги. И эти рейтинги не украинских даже социологических служб, а компании, бельгийской, к примеру, компании. И там у нас 3,7. Ну, то есть мы идем за Тимошенко. Тимошенко, потом мы. И это надо учитывать, что люди, которые голосовали за слугу народа, они вряд ли перетекут в европейскую солидарность. Европейская солидарность поймала свой потолок. Все. Потому что к ним перешли упороты из голоса. И все. Больше нет никого. Тут звучит же моя фамилия. Что за какими показниками, перепрошу? Есть рейтинги опитывания. Ага. Бо я читал нещодавно статистику агентства рейтинг. Там не было взрослых. А знаете, почему он читал статистику агентства рейтинг? И там партия шария не растет. Потому что агентство рейтинг, по старой доброй привычке, не включает партию шария в свои опросы. Паша, ты просто не знаешь. Есть же давно известная информация, что абсолютно все, и те исследователи, которые проводят рейтинги, и другие партии, они специально оттой 0% уменьшают до 0%-0%. Говорят, что если нервическая кривуля больше таких движений сделает, так у партии шария вообще в минус рейтинг пойдет. 0% конечно. Пане Валентине, у нас была еще минулого разу договоренность. Мы себя, ну, как бы так, сприймаем, я не знаю, если это не так, Паша, сейчас меня поправит, как, ну, такие, проукраинские, проевропейские люди. Проевропейские люди. Поэтому у них была договоренность еще в прошлый раз. Как вы думаете, о чем? Не упоминать фамилию шария. Фамилию шария нельзя даже упоминать. Тот, кого нельзя называть. Не с взглядами, которые похожи на ту человеку, которую вы вспоминаете. Не вспоминаете его. Не яку, мы не можем называть фамилию того человека. Это тот, чье имя нельзя называть. Шария, не згадуйте его. Бо каждого раза нам доводится потом священника сюда запрошивать, для того, чтобы он освящивал в эту студию. Священника надо будет просить, чтобы он освящал, причем обязательно Киевского патриархата, зовите. Хиба шария, згадывайте, это Крамола. Хиба он нас подзаборонен. Это человек, который только урожает ненависть. Ненависть. Он паразитует просто на невдачах людей. Паразитирую на неудачах людей и провоцирую ненависть к этим жалким неудачникам. А я знаю одного неудачника. Владеет вашим задрученным каналом. Ого, нифига себе фейк. Это они всерьез обсуждают на телеканале. Запостил, то что я могу вообще твою жену приобрести. Вы станцуют у меня на канале. И что, что? В чем фейк? Я тоже что-то недопонял. Лицензионное соглашение, сайт Камео, Ник Вучич, Тайсон. Ты что, дурак? Что прописано в лицензийной угоде сайта Камео, яку пан Шайдей порушил, нагло нас обманюет. Нагло нас обманывает. Так это что? Ты смотришь постоянно на мой канал. Слушай, ты бы написал как-нибудь там в личку, там, что типа прости меня, что я работаю на канале Порошенко. Я вообще смотрю твой канал. А вы думаете, что это официальная партия, и она принимает участие? Пане Валентине, это не партия. Это люди, которые хотят лишь вооружение и ненависти для того, чтобы украинское общество было разбито еще на каких-то... Это не партия. Почему? Ну, потому что так решили. Поэтому, несмотря на то, что партия официально участвует в выборах, официально, ее нельзя упоминать. Более того, я вам скажу, когда мы на втором месте будем, на втором все-таки, да, то все равно нельзя будет упоминать. Они так и будут говорить. Первое место, третье место. Да, я это много раз говорил. Что именно надо сделать? Хочешь узнать лучше? Присоединяйся к партии, Кривуля. Только тебе надо будет отречься от своей работы на вот этом канале. А давайте мы гроши найдемо не в МВФ, а вот там-там. Что он запропонувал? Подписывайтесь на его канал, и вы будете в курсе всей информации. Отличный же совет. Подпишитесь на его канал, и вы все будете знать. Вон коллега этой Кривули его тоже. Видите? Нервический смех разбирает. Раджу вам. Вы знаете, я когда заходу на его канал, у меня чему-то телефон вимикается. Не сприймает техника цей контент. Я не знаю, может, со мной что-то не так. Не, на самом деле тебе не смешно. Корежит, и хорошо корежит. Слушайте, может быть, реально засылать туда людей? Как вы думаете, что в эфире такие? Кстати, а там шари, и так ааааа, и начинается. Я дошел до крайней степени почитания. Вы понимаете, ребята, как мы на самом деле на них влияем? Это же круто. Каждый из вас, на самом деле, у него же в душе часть партии Шария, поэтому каждый из вас может заходить в темные вот такие помещения, а зарядь все святом. Знаете, как их корежит начнет? Хаба цакрамола, хаба он у нас под забороной. З него, до речи, взяли уже не в розшуку межин, чтобы подивиться. Хай, он повернется в Украину. Він такий чистый, у него такая репутація, у него такие гарные погляди. Хай, ця чесная людина, на яку, я не знаю, там, стільки неправди вилили, хай, он повертается до Украины, хай, он подивится в очи. Еще один тезис славный. Хай переезжает. Зачем? З тобой кофе попить? Не хочу. Ну, действительно попиарили, спасибо. Если вы просто обсудили, да, партию Шария, окей, а теперь поговорим. Нет, 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 горит возгорание. И это очень классно. Видите, это в очередной раз доказывает, как мы на этих чертей действуем. Пока. Хватит нападать на журналистов. Надоело. Прекрати. Ну, ты ведь понимаешь, это неправильно. Мы ведь в стране закона живем. Слушайте, да прекратите захватывать суды. Встать, суд идет.